Доброго времени суток, мои дорогие зрители. После ссоры жена ушла из дому, оставив мужа с детьми. Через два дня она получила это письмо. Начало этой истории знакомо почти всем семейным людям. Муж вернулся с работ уставшим и завалился смотреть телевизор. В это время жена укладывала детей спать, а они раскапризничались и не хотели ложиться. Чтобы не слышать детского плача, глава семейства демонстративно включил звук погромче. Это задело жену, и она отпустила колкость в сторону мужа. Слово за словом между супругами разгорелась ссора. Жена упрекала мужа, что тот палец о палец не ударил, чтобы помочь ей ухаживать за детьми. Он же обвинял супругу, что она и так целыми днями ничего не делает, в то время как он сутками вкалывает на работе. В конце концов жена не выдержала и вся в слезах убежала из дому к своим родителям. Через два дня она получила от мужа письмо. Моя дорогая, прости меня за мое поведение. Когда ты ушла, у меня было достаточно времени, чтобы хорошенько обдумать сложившуюся ситуацию. С горем пополам я уложил детей спать. А когда ты не вернулась утром, мне пришлось взять на работе выходной и остаться на хозяйстве. Я целый день хлопотал по дому, не имея ни одной свободной минуты. Я постоянно готовил еду, одевал детей, играл с детьми и убирал в доме. Порой мне приходилось делать все это одновременно. В течение целого дня я был заперт в собственном доме, не имея возможности поговорить ни с кем старше 10 лет. Я понял, на какие жертвы ты идешь, отказываясь от своего досуга в пользу ухода за детьми. На следующий день все повторилось, я прожил без тебя два дня и одну ночь. За это время я много передумал и понял самое главное. До меня наконец дошло, как сильно ты устаешь за день. Осознал, что быть матерью, это постоянно идти на жертвы. Это гораздо тяжелее, чем сидеть по 10 часов в офисе. Я понял, что быть матерью, это наиболее ответственная обязанность в мире. Но, к сожалению, это никто не ценит и тем более не восхваляет. Я написал это письмо не просто для того, чтобы извиниться и сказать, что я по тебе скучаю. Я хочу, чтобы ты каждый день слышала от меня, какая ты умница. Ты невероятно смелая, на тебе держится благополучие всей семьи. Я тобой восхищаюсь. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите ваше мнение в комментариях. Пока-пока.